Россиянам придется объяснить происхождение денег на их английских счетах Ярослав Николаев Рисунок к статье Богатые россияне, живущие в Соединенном Королевстве, не смогут даже сходить в магазин за хлебом Как выяснила РГ, банки потребовали от них объяснений, с какого дохода получены средства на их счетах Если убедить финансистов в чистоте денег не получится, то счеты будут заморожены Один мой знакомый состоятельный россиянин, владеющий винным бизнесом в Лондоне и имеющий счет в одном из местных банков На днях пожаловался, что банкиры прислали ему такое письмо Просим вас объяснить, откуда у вас деньги, как вы получили эти активы, цитирует бизнесмен Читайте также, более половины российских счетов в Швейцарии оказались теневыми Поначалу предприниматель испытал человеческое возмущение Но сотрудники банка объяснили, что в связи с антироссийскими санкциями проверяется чистота всех русских денег Бывший адвокат Бориса Березовского Александр Добровинский подтвердил РГ, что этот случай не единичный По его словам, если ответ россиянина не удовлетворит англичан, то его счет могут заблокировать, причем без решения суда Но деньги не присваиваются Однако пользоваться ими будет затруднительно Пояснил РГ председатель комитета по правовому обеспечению бизнеса Ассоциации менеджеров России адвокат Вячеслав Леонтьев Ни один банк не согласится работать с этими средствами Читайте также, судебные приставы создадут спецгруппы по электронному взысканию долгов До недавних пор европейские банки не замораживали частные счета К примеру, эксперту в области международного налогового планирования Сергею Назаркину сложно вспомнить такие прецеденты Если ответ клиента их не устраивал, они просто предлагали расторгнуть договор, знает юрист-международник Но если счет заблокирован, возникает вопрос, насколько британский банк будет готов выпустить эти средства из страны А выпустить он их может только по суду Тогда деньги можно, к примеру, пристроить в Гонконге и Сингапуре Или в Швейцарии А дальше снимать каш либо через банкомат, либо через пластиковые карты для расчетов в Великобритании Но и там обороняются от лихих денег В Сингапуре и Гонконге стоимость содержания банковского счета для нерезидента, то есть не проживающего в стране этих банков, обременительно Может влететь в копеечку, минимум 2,5 тысячи долларов Да и сама процедура открытия таких счетов весьма бюрократична Удаленно открыть счеты в Азии практически невозможно Надо лететь в страну, где располагается банк Так что с грязными деньгами нынче приткнуться будет нелегко Кстати, и с чистыми, не все так просто Россиянам, связанным с компаниями и лицами из антироссийских санкционных списков Английские банкиры тоже присылают письма А как у нас? Читайте так же Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...